Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Сегодня мы поговорим о радостном событии для нашего учебного образовательного сообщества, для наших ученых, студентов и так далее. На этой неделе, 27 января, официально ректором Тверского госуниверситета стала Людмила Николаевна Скаковская. И она у нас сегодня в гостях. Людмила Николаевна, добрый день! Добрый день, Роман! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы с ней поговорим о перспективах нашего вуза, о том, как она будет планировать свою работу, работу нашего замечательного вуза, нашей гордости. Я там сам учился, Людмила Николаевна мне преподавала в том числе. Каким она видит наш вуз в ближайшие годы, какие перспективы? А вы, если хотите задать вопросы новому нашему ректору, если вы просто хотите высказать ваше мнение о качестве нашего высшего образования, может быть, вы сами учитесь, может быть, вы студент или преподаватель, может быть, даже, и так далее, может быть, вы родители студентов, звоните 300-190. Сегодня мы говорим о том, что касается нашего Тверского госуниверситета. Людмила Николаевна, вот у меня первый вопрос. Я помню тот день, как вы до сих пор вспоминаете этот день, потому что день выдался ведь необычным, потому что у вас был двойной праздник. Просто в тот день, когда Людмилу Николаевну избрали ее коллеги на должность ректора, то есть Молотова, получается, она победила. У него день еще был день рождения, и вы видели бы, что представлял собой ее кабинет. Это, знаете, какая-то оранжерея и магазин подарков в одном флаконе, салон подарков, потому что горы подарков, горы цветов во всех углах, аромат, знаете, какой, мы просто приехали тоже с репортажем поздравить, аромат был просто невероятный какой-то. И солнечная погода, считай, какая была, Людмила Николаевна, вот для вас, наверное, на всю жизнь запомнился этот день. Ну, конечно, с огромной благодарностью коллективу, ко всем моим друзьям. Почему? Потому что действительно чувства переполняли. Чувства переполняли, во-первых, это возросшее необыкновенное чувство ответственности. Оно и сейчас зашкаливает. Ну и, конечно, огромная благодарность людям, которые доверили такой пост. Пост действительно очень серьезный, и я очень волновалась, когда выбиралась, и думала и задавала себе неоднократно вопрос, сможет ли университет двигаться дальше, как он будет двигаться дальше. Потому что Тверской государственный университет, история его такова, что он все время и постоянно совершенствуется. Наверное, в этом, я думаю, такая изюминка счастья, изюминка сохранения и сохранности нашего ВУЗа. Потому что только развитие, только вперед, только к новым высотам, к достижениям, к вершинам. Ну, 150 лет истории, из песни слова не выкинешь. И, конечно, история наша такова, что сначала школа Максимовича, затем учительский институт, педагогический институт, затем университет, инновационный университет. И каждый год университет прирастает новыми направлениями, новыми специальностями. Каждый год какая-то определенная образовательная программа открывается, и новый набор, потому что стоять на месте совсем никак нельзя. И в нашем университете большое количество укрупненных групп, направлений, специальностей, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, Большое количество и огромный спектр дополнительных образовательных программ, гимназия. И, конечно, это серьезный, большой, я бы так сказала, университетский город. Более 10 тысяч человек. На сегодняшний день у нас обучаются 8603 студента, 343 гимназиста и работают, преподают у нас в университете и являются сотрудниками более тысячи человек. Ну и прибавьте сюда родственников, родных, друзей, всех, кто когда-то учился в университете. И, конечно, на университет смотрят очень пристально. И наш город, и наш регион, но и другие регионы. Поэтому нужно обязательно стараться всегда только вперед идти. Для того, чтобы, оглядываясь как-то в прошлое, 5 лет пролетит очень быстро, незаметно, и нужно будет подводить итоги. И эти итоги должны быть очень достойными. Иначе нет смысла. То есть, почивать на лаврах некогда? Нет. Вы знаете, каждый день, каждую минуту, каждую секунду приходят какие-то проблемы, приходят какие-то задачи, цели, решения. Есть текущие. Но во время вот такой текучки, я бы сказала, никогда не нужно забывать о главных стратегических целях развития. Сейчас есть программа стратегического академического лидерства. Показатели ее обсуждаются. Сейчас идут последние обсуждения. И я надеюсь, что наш университет не только представит такую программу. Есть, конечно, стратегическая программа развития нашего университета, утвержденная еще в 2019 году на ученом совете. Каждый год мы ее актуализируем. Каждый год мы вставляем какие-то новые цели, задачи в связи с теми проблемами, которые возникают в нашем мире. Никто же не думал, например, что будет пандемия. Надо было перестроиться. И перестроились. Но, тем не менее, университет не сбавил своих оборотов и в образовательной, и в научной, и в просветительской деятельности. Те три миссии, которые университет несет на себе, образовательная, научная и университет для общества, для такого культурного, социального пространства, информационного, они, конечно, реализуются нами в полной мере, коллективом университета. А давайте поподробнее. Для телезрителей, все-таки, это, мне кажется, больше вашим коллегам понятно, вот это стратегическое лидерство. Что это такое вообще? Лидерство среди кого? То есть, какие конкретно задачи ставят? Что увеличить количество студентов? Я не знаю, там, количество факультетов. А подняться ли вот в этих рейтингах, которые публикуют всероссийских, может быть, международных? То есть, что такое вот это стратегическое лидерство? Вы знаете, Роман, вы совершенно правы. В России большое количество университетов, университеты разные. Есть национальные исследовательские, есть федеральные, есть региональные опорные, есть классические университеты, есть политехнические. Это все разное? Да. То есть, классический университет и региональный опорный, это не два в одном? Да, 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 да. Все разные. Разные статусы, может быть, и так, и так, может быть, совершенно по-разному. И вот теперь объявлен новый конкурс. В эту программу стратегического академического лидерства, она потому так и называется лидерство, войдут те вузы, которые занимают ведущие, лидирующие позиции в области высшего образования и научной деятельности. И показателей этих достаточно много. На сегодняшний день, по всем критериям, которые предъявляет к нам государство, это и абитуриенты, которые к нам поступают, качество подготовки абитуриентов, средний балл ЕГЭ, победители призера Олимпиад, сколько их пришло в университет, почему они выбрали, сколько иностранных студентов пришло в университет, насколько он котируется за рубежом. Научная деятельность вуза, защита диссертаций, кандидатских, докторских, написание монографий, статей с высоким индексом цитирования. Это статьи, которые пользуются серьезной популярностью и размещены в журналах с мировым именем. И много-много других показателей. Также учитывается все, вот вы совершенно правы, сдают ли студенты, как сдают экзамены, как студенты удовлетворены вузом, как родители удовлетворены вузом, качеством образования вузе, какой психологический климат в университете. Здесь можно перечислять очень много параметров, и вы знаете, какой бы мы ни назвали, наверное, все это будет в программе стратегического академического лидерства. Это сказали количество баллов ЕГЭ, с которыми студенты поступают. То есть, ну так, теоретически или практически, может быть, какой-то в стране захудалый вуз, в который принимает студентов с, ну, невысокими, скажем так, баллами? С высшим баллом, да. Да, вы совершенно правы. То есть, даже может быть так. Да. Есть порог, по которому принимаются студенты вуз. Каждый год он меняется, я должна сказать, что повышается, повышается. И есть вузы, кто сам решает поднять свой порог. А можно даже понизить? Понизить нельзя, можно только повысить. А если из этого недобор будет? А это уже проблема вуза. То есть, вот так? Да. Они скажут, мы тебе виноваты, что школа плохо подготовила, поэтому они сдают так плохо ЕГЭ. Согласитесь, ведь причем есть вуз, что студенты плохо сдали ЕГЭ. Это проблема школы. И вуз может быть не виноват, у него может быть сильный педагогический коллектив и так далее. Но если школа плохо преподают этого региона, допустим, ну, тут вот как-то, чем же вуз виноват? Значит, должны приехать студенты из другого региона. Они должны выбрать вуз, где дадут качественное образование. То есть, в это место пусто не бывает? Нет. Если вы такой хороший вуз, к вам приедут в соседних областей? Приедут и приезжают. Вы знаете, в этом году у нас, несмотря на то, что прием был онлайн, еще одна особенность этого года, большое количество студентов иногородних. Откуда едут? Вы знаете, из всех регионов Российской Федерации. Правда, очень много с севера. В этом году мы очень удивились, что приехали студенты из тех регионов, где свои сильные вузы. Например, Саратов, Тула, Пенза. Там есть вузы, свои собственные, с теми же образовательными программами. Но, видно, есть те программы, которые более серьезно востребованы именно в нашем университете. Потому что особой популярностью, конечно, пользуются самые разные направления. Это и IT-направление, большой конкурс всегда на IT-направление, лингвистика, юриспруденция, экономика. Я бы назвала вообще все без исключения, сказать честно. Не зовете только после рекламы, Людмила Николаевна. Три минуты, не переключайтесь. Мы сегодня говорим о Тверском госуниверситете. И новый ректор об этом будет рассказывать. 300-190, готовьте вопросы. Реклама пока. Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня». У нас в гостях новый ректор Тверского госуниверситета Людмила Николаевна Скаковская. Она нам рассказывает о том, чем, собственно говоря, она будет заниматься в ближайшие пять лет своего ректорства. А если вам интересно, чем она будет заниматься, то, пожалуйста, звоните. 300-190. У нас прямой эфир. Задавайте любые вопросы, естественно, по теме нашей «Темы дня». Людмила Николаевна, вы говорите, что много специальностей, и они популярны даже у студентов у других городов, которые, наверное, не находят того, что нашли у нас. Да. Ну, например, в этом году я знаю, что очень многие абитуриенты приехали на испанский язык и стали студентами направления международных отношений. Вопросы задаются очень четкие. Родители спрашивают, есть ли такой язык, преподается ли у вас, например, такая-то дисциплина, а есть ли у вас направление робототехника, а есть ли у вас магистратура лесного дела. Потому что есть, пожалуйста, приезжайте. Скажите, ну, испанский, а это вообще, ну, как бы, скажем так, ну, вы же, наверное, в курсе, вот 100% вузов гуманитарных, то есть, естественно, ну, грубо говоря, в каждом втором испанский преподаватель. Или, наоборот, это редкость? Редкость. В региональных редкость, да. В Москве, пожалуйста. Губанят, да, все, не будем их трогать. В УДН и так далее. Да. Но, к сожалению, не везде есть специалисты. Для того, чтобы допустить к студенту в аудиторию преподавателя, к этому преподавателю предъявляются очень серьезные требования. У него должен быть диплом о высшем образовании, где четко профильным было написано, что это преподаватели испанского языка. Иначе никак. А такие люди, ну, я бы сказала, редкость. Но, тем не менее, наши студенты с удовольствием посещают эти занятия. У нас замечательные преподаватели. И я думаю, что вот это та, может быть, изюминка. А давно, извините, перебью, изюминка появилась у нас? Четвертый год. Четвертый год. А идея как пришла? А идея пришла, появился преподаватель. Сам? Да, вы знаете, нам повезло в этом плане. Сам пришел, здравствуйте, а я хочу преподать испанский. Нет. А как? Училась у нас эта студентка, она параллельно училась еще в другом вузе, испанский язык, но и мы очень рады, что она осталась. Это замечательный преподаватель. Много людей, желающих? Да. Испанский просто считается одним из перспективных языков, потому что на нем он в США все больше популярность завоевывает. И вообще на нем говорит, я не знаю, ну, треть, не треть, мир, что-то в этом роде. Удивительно, удивительно. Да. Да, приятно слышать. Интересная программа, изобразительное искусство, потому что тоже мечтали очень давно. А это в рамках какого факультета? Сейчас в рамках Института педагогического образования и социальных технологий. И я очень благодарна Игорю Давыдовичу Лельчицкому, потому что он взял на себя смелость. Вместе с художественной школой под руководством Ирины Федоровны Лельчицкой такой проект у нас заиграл. И вы знаете, состоялись несколько выставок, и одна из выставок посвящена школе Максимовича. Настолько яркие работы, очень интересные. Сейчас эта выставка размещена в главном корпусе нашего университета на улице Желябова 33. Но я должна сказать, что очень талантливые ребята поступают, и мы рады, что имеем такую возможность дать такое образование. Вообще, конечно, хочется, чтобы у нас был еще внутри нашего университета институт искусств, потому что музыкальное образование есть, и теперь у нас есть изобразительное искусство. Ну а далее искусство видения, например, театроведение. Это было бы тоже очень красиво, потому что, да, мы уходим в технологические какие-то, информационные вещи, но, тем не менее, душа до человека просит прекрасного, и очень много талантливых ребят, которые хотели бы получить такое образование. Вот вы уже упоминали робототехнику, но у нее все-таки больше народу идет, наверное. Да, да. На все специальности информационной технологии, компьютерная безопасность, фундаментальная информатика, информационные технологии, и практически вся первая группа, которая математика, информационные науки, она очень востребована сейчас. Это в рамках ПМК? Да, робототехника в рамках ПМК и математические факультеты. Вот два факультета, которые готовят специалистов именно в области IT-технологии. А вообще, если так, скажем так, назвать самые, что называется, популярные самые, как сейчас говорят, топовые факультеты, какие сейчас? Вот вы знаете, я даже не могу вам сказать. Почему? Потому что каждому свое. Как были популярны юриспретенции экономики и управления, так и есть. Лингвистика, несомненно. Возросл интерес очень серьезный к информационным технологиям. Это тоже понятно. Это понятно все. А вот эконом, к примеру? Институт экономики и управления очень востребован. Просто знаете, я к чему... Какое-то время назад я читал такие мнения, что... Вы помните, как все кинулись на экономику поступать в 90-е? Да. Да. Все бросили, и юриспруденция тоже. Да. И потом пошли такие мнения экспертов, где-то уже в нулевых, что слишком много у нас стало экономистов, бухгалтеров и юристов, и, дескать, рынок перекормлен ими. И поэтому пойдет на спад. Вот как в итоге произошло? Не пошло. Не пошло? Не пошло. Это самые большие факультеты и институты. Потому что востребованность, та бюджетная, которая есть сейчас, она государством не удовлетворяется. Не так много бюджетных мест дается на эти направления. Говорят, бухгалтера скоро совсем станут ненужные. Не знаю. Ничего не могу сказать. Идут, идут, и учатся, и очень много. На сегодняшний день в институте экономики и управления, а это все экономические направления, около 2000 студентов. Да. Юридический факультет, больше 1000 студентов. Юристы, понятно, хотя тоже говорят, что скоро юристов в какой-то части заменят роботы, что касается простых каких-то там консультаций и так далее. Еще один факультет, который раньше назывался РГФ, то есть, попросту говоря, как считалось, готовить в первую очередь на переводчиков. Опять сейчас 21 век, сейчас можно в интернете зайти, сразу онлайн-переводчики, они, вот я из интереса заходил, что-то хорошо переводят, что-то кое-как, но тем не менее прогрессируют и так далее. Скажите, вот в этой связи много ли идут людей учиться иностранным языкам? Да, очень много. То есть, по-прежнему? Да, по-прежнему очень популярен, и самый большой проходной балл, самый высокий правильный проходной балл, это, конечно, лингвистика. А почему, опять-таки, казалось бы, кто-то скажет, сейчас вот еще 5-10 лет и робот будет, я не знаю, кстати, это факт, наверное, будет чудесно переводить, зачем мне нужно нанимать вот этого живого человека? Ну, на сегодняшний день хорошего перевода, такого роботизированного, я не знаю. Да, я-то согласен. Поэтому востребованность огромная в лингвистах наших, во всех областях, во всех сферах. Я не говорю уже про учителей иностранного языка, это недели не проходит, чтобы не был востребован учитель именно этого профиля. Хотя и другие учителя тоже очень-очень по другим дисциплинам очень востребованы, но и переводчики тоже самое. А наш любимый филологический факультет? Филологический факультет замечательный. Он на третьем месте по контингенту, то есть большой факультет, больше тысячи человек обучается на нем. И на нем самое большое количество направлений образовательных программ, магистерских программ, диссертационные советы. И я очень рада такому в этом году явлению. На чистую филологию обычно мы набирали одну группу, 25 человек, а в этом году у нас целых две группы, причем одна полностью платная. И это очень хорошо. Да, да, да. Все тоже девчонки мои свои. Ну да, в основном девчонки. Есть парни, но все парни, сами вы знаете, на филфаке как на подбор, и они, конечно, все очень-очень такие востребованы у нас. Совсем недавно один из молодых людей на четвертого курса филологического факультета в направлении филологии играл в КВН, и мы встречались с ребятами, кто отстаивал интересы нашего вуза. Традиционно КВН у нас как-то хорошо пошел, скажем так. Наверное, вы помните плюшек наших замечательных. И вот сейчас новая команда, которая набирает обороты, и пришла на смену плюшкам, это команда Макинтош. Поэтому, пользуясь случаем, я ребят от души поздравляю. Вообще внеучебная жизнь бьет ключом. И даже во время дистанта она никак не останавливалась. Был роскошный концерт на Новый год, был замечательный Татьянин день. Дистанционно? Дистанционно. Молодцы, креативы, да? Другие вообще сказали, все, ничего не будем делать. Где зрители? Два часа. Мы закупили сейчас виртуальный зал на большое количество. Виртуальный зал, представляете, это же необъятное. Сколько хотите, столько подсоединяйтесь. И поэтому возможностей у студентов появилось гораздо больше. нежели было. Ну и совсем скоро откроют двери Советская 58, где будет находиться центр как раз, центр третьей миссии нашего университета. Это и открытый доступ к книгам нашей библиотеки, зал редких книг, уникальных книг с 15 века, которые можно будет прийти, посмотреть, получить консультацию, ну и вообще получить такое удовольствие от общения со специалистами. Кроме того, в этом здании очень много пространств, помещений. Совсем скоро мы будем открывать в этом здании точку кипения. И я надеюсь, что она будет постребована горожанами. Что это? Точка кипения — это дискуссионная площадка, где будут проводиться различные дискуссии, споры, лекции, выступления и так далее. Такой аналог римского форума, куда можно прийти. Да, выступить, либо прийти к какому-то мнению общему, либо не прийти, но тем не менее показать себя и высказать, может быть, по какой-то теме те мысли, те чаяния, думы, стремления, которые можно потом будет реализовать. Музыкальная гостиная. Там же будет размещаться волонтерский центр. У нас очень сильный волонтерский центр. Ну, что я рассказываю? Уж лучше прийти и посмотреть, правда? Я очень хочу туда попасть и посмотреть, и снять про этот репортаж для телезрителей, потому что у нас был уже репортаж, но там это немножко, на мой взгляд, не в полной мере. Хочется что-то сделать более объемное, потому что я не был внутри, но снаружи здание замечательное просто. То есть это, по сути, ведь библиотека на уровне 21 века. Да, в которую мы ходили, переехала с бывшей улицы Володарского. Скажите, вот вы столько назвали, что там столько будет всевозможных. Я еще не все назвала. Скажем так, ну, не знаю, мест, где можно будет заниматься самыми разными делами. А хватило ли мест, самое главное, для книг, вот этой нашей университетской библиотеки? Да, там есть первое помещение сразу же. Ну, во-первых, я должна сказать, что это здание 19 века, середина 19 века. Там много очень пристроек. Мы старались и очень благодарны правительству Тверской области, губернатору Игоря Михайловичу Рудене за то, что здание внешне осталось таким же красивым. Оно достало лучше. Да, оно не потеряло, а подсветка какая красивая. Оно раньше было не оштукатурено, по кирпичу покрашено, я смотрю, оштукатурили. Вообще классно сделали, подсветка просто шикарная. Мне даже кажется, что оно лучше. Лучше. И вы знаете, там внутри появился такой замечательный дворик, где можно будет выпить, попить кофе, выпить кофе, допустим, съесть пирожок, поразмышлять, о чем-то поговорить. То есть будет кафешка такая небольшая. Небольшая, да. Это очень важно, я как студент вам говорю, Людмила Николаевна, потому что, как мы помню, сидели долго за книгами и тоже есть охота, ну, кого-то там пошлем куда-то сбегать. То есть для студентов это очень важно, чтобы можно было, не выходя из библиотеки, вот купить пирожок, купить чашку чая или кофе и перекусить. Это вам, студенты, спасибо скажут. Там такое очень уютное. Я думаю, что мы весной этот дворик еще облагородим, посадим цветы, и очень приятное место. Ну, а в зоне открытого доступа и компьютерные залы. Пожалуйста, вы можете выйти в интернет. И вот несмотря на то, что это здание старое, внешне, когда вы приходите... А теперь внешне новое. Да. Чудесное здание. Когда вы заходите внутрь, у вас не покидает ощущение, что вы из 19-го прыгнули в 21-й век, потому что стеклянные перегородки, здания-то старые, коридоры-то узкие. И для того, чтобы как-то расширить пространство, вот хочется сказать огромное спасибо дизайнеру. Архитектору. Да, архитектору, потому что получилось очень красиво, интересно. А с вами согласовывали все это как-то? Да, 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 да. И студенты, которые приходили, к сожалению, не в большом количестве на Татьянин день в это здание, всего 15 человек можно было в соответствии с санэпидемно-нормами, получили огромное удовольствие. Потому что настолько уютно сделано. Я не хочу сказать, что богато. Наверное, это и не надо. А зачем? Но оно настолько интеллигентно, настолько приятно, очень современно. Вот такое вот здание замечательное, дорогие телезрители. Это Советская 58. Кто не знает, это угол Пушкинской площади. Ну, на другой стороне от законодательного собрания, это, кто не знает, это не банк никакой, никакой не офис какой-то коммерческой структуры. И даже это не офис, к примеру, нашего оригинального правительства. Это для студентов сделано. Это новая, ну, говоря по-старому, новая библиотека Тверского госуниверситета. Да, вот это шикарное здание. Это студенческая библиотека. Библиотека в самом современном его звучании. Да, на современном уровне. Потому что электронная библиотека у нас бесконечно, скажу я вам честно. То есть любую книгу, какую бы вы захотели, любой студент, любой преподаватель и приходящий в это здание может получить. Мы надеемся, что это место, вот знаете, будет бурлить. Будет много народу, и пространство это позволяет. Потому что мы будем приглашать, и афиша будет в этом здании, всех, кто пожелает. Людмила Николаевна, если говорить о строительстве в целом, вот вы сейчас действительно получили прекрасный, чудесный объект. А что у нас с нашим университетским кампусом, про который давно мы говорим, на Соменке, вот там что-то построим. Как с этим дела встают? Мы стараемся продвигать этот проект. Но вот к великому сожалению, как-то так сложилось, что проект старый, проект 2000-х годов. То есть устарел в смысле? Да, да. И, конечно, новые материалы современные, новые требования. Когда в 2006 году начинали строить это здание, никто не думал о том, что будут требования к инвалидам, допустим, да, к людям с ограниченными возможностями. Могли запросто заехать. Да, это справедливое требование. Но надо же перестраивать, опять же, все, переделывать какие-то проектные документы. Лифты. Лифты есть, все есть. Но, тем не менее, опять же, какие-то материалы устарели, какие-то требуется заменить. Но вот, к сожалению, так получилось, и не только наш университет не получал финансирование. Достаточно много недостроенных зданий по России именно университетских. Как-то было финансирование, потом нет финансирования, потом было финансирование. Такими кусочками строили, скажем так. Ну, а что такое, когда здание, например, стоит три года? Понятно, оно же портится. Любой строитель скажет, что если здание не эксплуатируется, оно начинает разрушаться просто от того, что в нем никого нет. А ответственность огромная перед студентами. Там очень хорошее здание, очень хороший конструктив, ничего там не пострадало. Но, тем не менее, необходимо провести, опять же, дообследование для того, чтобы уже со спокойной душой, как говорится, продолжать это строительство. То есть сначала дообследование, потом возможное перепроектирование. Оно тоже сейчас идет. Оно сейчас идет. А какие-то сроки поставлены? Ну, допустим, в течение этого года, в течение пяти лет там? Ну, в течение этого года мы бы, конечно, хотели сделать так, чтобы это здание не то, что не перестраивать, но если, допустим, что-то там менять, то с наименьшими потерями. Очень хочется начать это здание. А финансирование Москва? Москва. Федеральное финансирование. Есть в бюджете строчка, где значится Тверской государственный университет, наравне с другими вузами, которые тоже имеют недостроенные здания. Ну, к великому сожалению, вот как-то вот не очень в этом плане повезло. А когда достроится, что там предполагается разместить? Там предполагается разместить полностью целиком институт экономики управления. Это большой институт, и там большое количество студентов в институте. Соответственно, хотелось бы, чтобы институт был в одном месте. А вот там, где сейчас он находится в этом корпусе, что будет тогда? А там будет полностью юридический факультет. И студенты тогда будут иметь возможность учиться не в две смены. А наши областные власти имеют полномочия вклиниться в этот проект и выделить деньги? Или это сугубо федеральное финансирование? Ну, мы будем решать этот вопрос. Но сейчас мы благодарны за Советскую 58, потому что это деньги правительства. Я знаю, это Игорь Михайлович лично курировал вот это все строительство. Поэтому это вот подарок, который принесло наше региональное правительство. Да. Хорошо. Со стройками все более-менее ясно. Такой вопрос. Вы уже неоднократно упоминали институт, институт, институт. Меня коллеги спрашивают, у меня сам вопрос. Что это такая за тенденция, когда факультеты становятся институтами и зачем? Вы знаете, когда очень большой факультет, то возможно объединение одного факультета, если он небольшой, с другим факультетом, ну и тогда это уже институт. Ну пусть он будет факультет. Вот, пожалуйста. Это как пожелает коллектив. Если коллектив хочет, чтобы это был факультет, пусть это будет факультет. А вы? Вы знаете, это решение принимается на ученом совете. Высший коллегиальный орган нашего университета, трудовая конференция и ученый совет, который легитимен принять, как будет называться структура. Ну просто, знаете, как-то у меня, как у студента бывшего, а как же университетские традиции, факультет? У нас большинство факультетов и декан, да. Тут директор института. То есть это тоже просто, вот вы хорошо, что разъяснили, потому что люди думают, что скоро вообще не будет факультетов, все будут институты, и декан такого слова тоже уйдет. Нет, 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 нет. Вот у нас три института. Институт экономики и управления, Институт педагогического образования и социальных технологий и Институт непрерывного образования. А остальные все 12 факультеты. Еще такой момент. Я встречаю слово обучающиеся. Это федеральное требование? Да. То есть ни в одном федеральном документе больше унесло студенты? Нет, к сожалению. Хотя, мне кажется, это неправильно. Абсолютно неправильно. А с вами не советовались? Нет. А чем мотивировали вообще? Это же переписывание документацию. Федеральное законодательство. А кто придумал? Депутаты, поди. Ну, а кто законы придумывает? Просто слово ужасное. Зачем-то вот причастие. Ну, зачем? Студент опять веками все это уже. Понятно. Просто я тоже вызываю вопросы. И многие спрашивают, а что это? Обучающиеся, обучающиеся. А где студенты у нас? Студент. Студент. Веками воспитываем. Ну, мы обращаемся, дорогие студенты. Все-таки. Не будешь же говорить. Вы как филолог, оно не звучит, выговаривать тяжело. Дорогие обучающиеся. Смешно слышать. Вообще. Ну, ладно, хорошо, что хотя бы у нас останутся факультеты. А то я уж думал, неужели и спортфакт тот же самый, или там ПМК, я не знаю, институт ПМК. Ну, вы знаете, тут хочется идти в ногу со временем. Есть такая тенденция. Может быть, коллеги общаются с другими вузами тесно. Ну, должна же быть традиция. Да, я тоже за традиция. Ну, должно что-то веками, вот эта нить, которая веками связывает те еще средневековые университеты с нынешними. Что-то должно остаться. А то так скоро скажут, давайте Гаудамус перепишем. Там на английский заменим модно. Язык общения. Зачем нам латынь? Будет... Нет, есть незыблемые, я так думаю, вещи. И эти незыблемые вещи нужно беречь. Это очень хорошо, что нужно беречь. Скажите, Людмила Николаевна, такой вопрос тоже как раз. У нас вот Тверской госуниверситет, у него особенность, что многие факультеты разбросаны по всему городу. Вообще есть такие, скажем, мысли собрать в единый кулак, если не все, то многое? Или не стоит это делать, на ваш взгляд? Вы знаете, наверное, будем сохранять традиции на сегодняшний день. Потому что, во-первых, есть историческая привязка к месту, как говорится. Есть, да. Да. И если, например, здания в центре города существуют уже больше ста лет, то как-то трогать и переносить их куда-то, я думаю, что очень проблематично. Да и люди не поймут нас. Ну как, университет был университет, и вдруг вы там куда-то поедете. Поэтому три локации, в которых университет размещается, они... Ну, как три, смотрите. Филфак, ХБГ — это одна точка. Ну, мы лично студенты никогда не считали, что физики, ПМКшники, они с нами в одном месте. Мы к ним ходили в спортзал. Это все-таки другое место. Это два. Понятно. В центре это три. Ну, я как студент, мы никогда... Вот ХБГ, как мы говорили, ХБГшники, они с нами. Мы к ним ходили в столовку. Вот, но ПМК — нет. Это другое место. Потом, соответственно, в центре это третье место. И Соменко — это четвертое. Вот, поэтому, то есть, у нас он разбросан по всему городу. Ну, в принципе, наверное, тоже, да, ты есть традиции, я думаю, и все любят свое здание. Как вот мы, филологи, журналисты, для нас родное здание, которое тоже, кстати, за последние годы прям хорошо сделано. Мы рады. Я прям, когда хожу там, думаю, почему же не сейчас учусь. И выпускники приходят. Они, конечно, каждому хочется сесть за свою парту, войти в ту аудиторию, в которой он был. Десятая. Да, да, да. Приятные воспоминания, опять же. Мне очень приятно просто, вот, как бывшему студенту, когда я прихожу, я вижу, что изменилось. Что у нас в УЗИ меняется, что не живут наследие, по сути, советских лет или, там, может быть, 90-х. Что полновые, не знаю, парты и так далее, там, подобные стеклопакеты тоже. Для нас, вот, для тех, кто сидел здесь, у него кто сидит в аудиторию, это все очень важно. Это не пустяки, я лично считаю. Конечно, конечно. Форма должна соответствовать содержанию. Да, да, комфорт, правда, должен быть. Да. Тепло должно быть и так далее. Уютно должно быть, красиво. Есть, конечно, еще аудитории, которые очень хочется отремонтировать, привести в порядок. Но будем этим заниматься тоже. Скажите, касаемо того, что привести в порядок и так далее. Любимый, опять-таки, корпус наш центральный. Вот хочется все-таки задать вопрос, не планируете ли провести реставрацию, потому что, ну, и штукатурка не в порядке. Вот эта астрономическая башенка замечательная, она же не функционирует. Если посмотрим, в древолюционную фотографию была прекрасная, где Балюстрада, которая украшала вот крышу здания. Роман, очень хочется. Но это здание культурная ценность. Здание исторической культуры. Значит, вложений в него будет гораздо больше. Я помню, как мы ремонтировали исторический факультет. Это край, на углу улицы Желебова. Там, кстати, стало очень хорошо. Как было раньше. Да, да. Вот я прихожу с удовольствием туда сейчас. Но суммы для такого ремонта гораздо больше, нежели построить новое здание. Потому что отдельно оплати про эту документацию. Она стоит дорого для исторического здания. Да. И для исторического здания вы должны воссоздать все так, вот как вы говорите, было. А это значит, особые материалы, считая индивидуальный подход, это не просто пластиковые окна взять и сделать, а они должны быть такими же и по цвету, и по гамме, и по форме, ну и так далее. Если бы были средства, конечно, мы сделали все. А это тоже Москва должна дать. Да. Потому что университета не хватит. Ну, конечно. У нас нормативно подушевое финансирование. И, конечно, прежде всего нужно сделать так, чтобы ребята получили качественное образование. Образовательный процесс превыше всего. А вот говоря о качественном образовании, возвращаясь, вы уже упоминали, иностранные студенты откуда к нам едут? Я помню, как-то делал про них репортаж, ну, материал, но это было уже лет 8 назад. Там были студенты, в том числе из, как говорили раньше, капстран. Да. И вот сейчас, например, дистанционно. Какие страны к нам едут? А вы знаете, практически многие очень едут. Вот сейчас, на сегодняшний день, обучаются группы из Великобритании. Они учатся дистанционно, но очень хотят приехать реально. Не знаю, насколько быстро это получится, но в связи с тем, что с 8 числа мы уже, я надеюсь, выйдем в такой формат. И если самолеты будут летать, то мы не имеем права их не принять, собственно говоря. А много британцев-то? Британцев, сейчас скажу, больше 10 человек. Ого! А приехать-то собираются еще больше, потому что им интересно и посмотреть, и это традиции наши. Каждый год приезжают. Из Финляндии очень много студентов. Из Болгарии традиционно, из Германии есть студенты, французы есть. У нас старые добрые отношения с французскими вузами, потому что французский язык сейчас не везде даже в вузах преподается. А у нас он есть. И, конечно, благодаря этому и наши студенты спокойно могут ехать во Францию и разговаривать на французском языке. Хотя язык, собственно говоря, уходит. И приезжают легко. Да, вижу. К сожалению. Ведь, казалось бы, опять-таки, дело там даже не в том, что Франция перестала, по сути, быть сверхдержавой. Но, как бы то ни было, значительно... Очень большая часть Черной Африки, она говорит на французском. Как-то ей нравится, не нравится, но это факт. То есть, это большое такое пространство, где говорят на французском. Там, ну, все равно Франция, та же самая Бельгия и так далее. То есть, ну, удивительно, откуда он уходит-то? Почему? Не могу сказать пока, с чем это связано. Потому что нужно, наверное, какое-то научное исследование проводить. Но, тем не менее, я сужу по количеству часов, которые ведутся, например, у нас в университете. Если есть профильный факультет, например, и я, и МК, да, то там, понятно, французский язык, французская группа и так далее. Все остальные, английский, немецкий. Все. Это весь вуз. Опять-таки, а почему? Тоже вот, просто я логики не вижу. Ну, что, если вот только что я сказал, что где говорят на французском, ну, извините, при всем моем огромном уважении к языку Гёта и Шиллера, на нем говорят в Германии, в Австрии, ну, там своеобразно немецкий. И хорошо, тебя поймут в Дании и в Голландии. Но на этом все. Ну, опять же, вот интерес студентов. У нас сильные и добрые отношения, старые отношения. Конечно. Со снабрюком и со многими другими вузами именно в Германии, в естественно-научной области. Поэтому, например, студенты физико-технического факультета изучают немецкий язык. Легче понять друг друга и показать уважение к ученым, которые работают в той же области, что и ты. А вот, например, другие факультеты вроде бы как и не надо. Ну, по-разному у каждого. Но если студент хочет выучить какой-то язык на протяжении своей учебы в университете, он может себе это позволить на дополнительной образовательной программе, профподготовке и так далее. Студенты СНГ достаточно большое количество учатся. И Африка тоже много теперь. Китай, Корея. Южная. Южная. Скажите, на ваш взгляд, что их у нас привлекает? Потому что, как вы сказали в начале нашего разговора, ну, помимо столичных, есть такие вузы крупных городов. Традиционно они сильные. Саратов, там, не знаю, Самара и так далее. Почему к нам? Вы знаете, привлекает качественное образование по доступной цене. Тоже важный момент. Почему некоторые не едут в Москву? Потому что год обучения в Москве стоит, например, 400 тысяч. А у нас 100. Год? Да. Для иностранного студента? Да. И разница же есть существенная. И зачем переплачивать? А иностранцы привыкли считать деньги. Да, они очень, в отличие от наших. Да. И зачем же я буду переплачивать, если вот тут от Москвы час, и я совершенно спокойно получу достойное образование? Скажите, а условия размещения у них такие же, как у наших студентов? Абсолютно такие же. Никаких исключений никому мы не делаем. У нас очень хорошее общежитие, те, которые особенно на Соменке, 4-5-е, квартирного типа. Но если студент, например, поступил на филологический факультет, или на тот же ПМК, например, факультет, то это корпуса ВЭГ. Это самые старые корпуса. На спортивном. На спортивном. Мы стараемся их тоже поддерживать, но очень хочется реконструкцию провести. И может быть бы и надо бы провести, но там проживает сейчас более 700 студентов. И если проводить какую-то реконструкцию, то 700 человек надо где-то селить. А много ребят, которые не смогут позволить себе платить за квартиру. Это дорого. И поэтому, вы знаете, каждый раз встает вопрос. Не на улицу, но это же невозможно себе представить, а предоставить общежитие нужно. То есть даже если бы вам сейчас кто-то выделил деньги на реконструкцию, вы бы стали думать, а что сделать? Куда деть? Да, либо тогда придется как-то, допустим, ужиматься, уплотняться и один корпус начинать ставить, допустим, на ремонт, а в другом тогда жить. Но опять же, это неудобно для ребят, если два человека жили в комнате. Во-первых, и по санитарным требованиям мы не можем, чтобы в этой комнате жило, например, 4 человека. Но ситуацию как-то вот надо будет решать. Будем думать. А вообще нуждается ВОЗ в дополнительном корпусе, допустим, просто общежитие? Или вот этого хватает, просто нужно отремонтировать? Вы знаете, наверное, опять же, я даже не знаю, мне кажется, что теперь легче построить новый. Исходя из того, что типовые проекты есть, за этот проект уже платить не нужно, а за проект по реконструкции они все очень дорогие. И понятно, что если типовые проекты есть, и если выделяются какие-то средства, то, наверное, все-таки новый. Потому что на Соминке достаточно большое количество желающих жить в общежитии, и мы покрываем пока эту потребность. Но ситуация такова, что может и не хватить, особенно если поедет много иностранцев. А в связи с тем, что показатели ВОЗа включили именно количество иностранных студентов, что показывает востребованность ВОЗа, это значит для того, чтобы пригласить иностранного студента, который посмотрит, где я буду жить, в каких условиях я буду жить, это значит нужно общежитие. Хорошо. Со студентами все ясно. А что можно сказать про педагогический преподавательский корпус? Педагогический преподавательский корпус у нас достаточно сильный. Когда мы оформляем какие-то документы, то здесь мы перевыполняем все указанные планки. Потому что большое количество докторов наук, профессоров более 100, кандидатов наук, доценты. Это нормальное число, извините, перебью. Да. Это очень хорошее число. И, соответственно, если бы такого не было, у нас бы не было ни магистратуры, ни аспирантуры, ни диссертационных советов тем более. Такое количество диссертационных советов, аспирантов не у каждого столичного ВОЗа есть. Поэтому здесь наш профессорско-преподавательский коллектив очень сильный. И постоянно повышаем квалификацию. Теперь, если ты сегодня не узнал что-то новое и не повысил квалификацию, день прожит зря. Особенно во время пандемии в информационные технологии углубились все. И вот дистант был освоен с наименьшими, на мой взгляд, потерями. Потому что ни срывов занятий, ни каких-то жалоб, если какие-то и были единичные. Есть преподаватели возрастные, например, кому-то 80 лет, доктора, профессора. Но студенты такие у нас замечательные. Просто они помогали и выступали волонтерами в этом плане, IT-волонтерами. Но все-таки тяжело ведь было дистанционно преподавать, тяжелее стало с ним работать. Тяжело. И нагрузка на преподавателей выросла, конечно. И ответственность преподавателя. Одно дело, представьте себе, вы выходите в группу, читаете свою лекцию в группе. А другое дело, вы читаете и не знаете, кто вас слушает за стеклом. А судя по тем откликам, которые, например, приходили на виртуальную приемную, я понимаю и вижу, что эту лекцию слушают не только студенты, а слушают родители, бабушки, дедушки, друзья, знакомые. А потом эта лекция, она же остается. И легко очень проверяется, было занятие, не было занятия, как оно прошло, не отпустили ли кого раньше. И это достаточно напряженно. И психологически, я бы сказала, на преподавателя, это какая подготовка. Мало того, что ты готовишь презентацию, мало того, что вставляешь какие-то отрывочки из каких-то фильмов, но стараешься, потому что ты работаешь на аудиторию, которая тебе абсолютно неизвестна. Это же получается, слушайте, плюс дистанционного обучения, что на халяву можно лекции посещать, к примеру, мне. А почему нет, если у вас сын студент, например. Села рядом с ним и слушай. Да, села, слушай, расти. Очень многие даже просили прочитать лекции. Мы сделали дополнительную программу. Есть профессора, которые, в общем-то, настолько потрясли окружающих, что просили повторить на бис. Ну, и я должна сказать, что у нас замечательные горожане и очень интересующиеся в области юриспруденции, финансовой грамотности, биологии замечательно слушали, в области экологии, лесное дело, а садоводство, как слушали, весной, когда дачный сезон, сколько вопросов задавали. И, конечно, преподаватели, я считаю, что они не только свою зарплату заработали, но они еще получили общественное признание и благодарность очень многих жителей. Популярность среди граждан. Да, да, да. Узнавать будут. Да, это точно, узнаваемые. Скажите, сейчас как обстоит дело с дистанционным обучением? Эту неделю мы завершаем дистанционное обучение. И уже пришел приказ сегодня, подписанный министром Валерием Николаевичем Фальковым, о том, что с 7-го числа мы выходим. С 7-го февраля. Да. То есть еще следующую неделю дистанционно? Вот эту неделю, да. Дистанционно? Да, да. Дальше уже мы плавно, спокойно выходим. Но у меня такое ощущение, я не знаю, как у вас, Роман, что большая часть либо переболела, либо уже как-то так идет к концу. Хочется верить. Ну да, но если, не дай бог, снова введут какой-то дистанционный, уже поднаторевший в этом деле, что называется, бойцы. Абсолютно безболезненно уйдем дистанту. Ну, не хотелось бы. Ну, все по-разному относятся. Кому-то даже очень понравилось. Например, заочникам. И я их тоже понимаю. Ну, кстати, заочникам, да, для них это вообще выход. Да, им не нужно ехать, не нужно тратить деньги на билеты, не нужно жить в общежитии. А у заочников, у многих семьи, дети. Работа. Работа, отрываться опять же. А здесь совершенно спокойно, они и сессию сдали хорошо, и уже как-то мы научились. И я даже думаю, что после пандемии, после того, как все закончится, мы к старому формату уже и не вернемся. Наверное, заочную форму обучения будем предлагать, например, приезжать только на экзамены и зачеты, а лекции и семинары в дистанции слушать. Может быть, магистерские какие-то программы. Но посмотрим, жизнь покажет. То есть, вот, помимо проблем, которые нам принес коронавирус, вас он натолкнул какие-то новые идеи? Да, конечно. Потому что, естественно, пандемия пандемией, но во всем надо искать плюсы. И вот эти плюсы, они очевидны. Почему не сделать так, как интересно студентам? И преподаватели к этому готовы. И проще, и легче. Да, да. Опять-таки, заочники самое главное. Конечно, конечно. И благодарили люди. И мы их понимаем прекрасно. Потому что в школах учителей не хватало. И если бы еще, например, заочники уехали куда-то, да, это же в основном учителя, институт педобразования. Ну, как бы тут школа справилась? А не было проблем с точки зрения технической? Или, опять-таки, коронавирус помог вам приобрести новое оборудование какое-то? Нет, у нас за два года до этого уже было настроено все. У нас лично... Предвидели? Вы знаете, я даже не знаю. Или просто не сидели сложа руки. Не сидели сложа руки, наверное, и делали. Не составило никакого труда всем сразу же уйти в информационные технологии, в то поле электронное, в котором мы сейчас работаем. Ну, что единственное я хочу сказать, что есть такие направления, есть такие образовательные программы, которые обязательно требуют личного присутствия. Например, как сделать опыт по химии. Мы же привыкли, что студент делает все сам. Да, конечно, преподаватель показывает, как делается этот опыт. Но откуда у него дома все химикаты? Ну, конечно. Но когда ты не подержал эту пробирку в руках, когда ты не смешал и не посмотрел, что получилось, со стороны ты видишь картинку, как преподаватель тебе это делает. Но лаборатории пустые. Или, например, физика, или радиофизика. Но ты должен в лаборатории быть обязательно. И проводить эту... Физкультура, спорт. Ну, вот в физкультуре кое-как приноровились, хотя это тоже было очень тяжело. Одно дело, ты занимаешься в группе, или на воздухе, или в спортзале, или плаваешь в бассейне. А другое дело, ты перед стеклом, около дома, на своем коврике и так далее. То есть, вопреки прогнозам футурологов, окончательно в онлайн дистанционку высшее образование не уйдет? Вряд ли. Физически невозможно. Ну, оно, в принципе, и хорошо, потому что живое общение все равно должно быть. Конечно. Студенты друг с другом, самое главное. Коллектив должен формироваться. Да. А потом, когда вы говорите на камеру, да, то есть теряется вот это, вот знаете, вдохновение такое. Когда ты входишь в группу, да, к студентам, и видишь, на тебя смотрят, а тебя ждут. И ты выкладываешься на полную катушку и отвечаешь сразу же на те вопросы, которые у студентов возникли. А тут ты провел пару, тебе ответить на вопросы некогда. Тебе в чате накидали этих 25 вопросов, и ты всю ночь сидишь и отвечаешь. На преподавателя-то какая нагрузка? Понятно. А сейчас с вдохновением скажу вам телезрителям, что мы уходим на паузу рекламную. Я вас не вижу, но тем не менее, говорю искренне. Не переключайтесь, нас ожидает заключительный отрезок программы. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Осталось буквально несколько минут. Людмила Николаевна, в завершении разговора, не могу не задать вопрос о той инициативе, которую вы озвучили, о переименовании улицы, названной в честь террориста Желябова, в честь нашего знаменитого земляка, по сути, основателя Тверского госуниверситета. Максимович, скажите, как дело обстоит? Ну, вы знаете, мы стараемся и движемся к нашей цели, и постоянно проводим диспуты, дискуссии, потому что никогда ничего нельзя навязывать. Было две точки зрения. Первая точка зрения — назвать какую-то новую улицу. Но было бы странно, что творение, которое создано Павлом Павловичем Максимовичем, сохраненное до сих пор, построенное на его средства, ну, и называть какую-то другую улицу — тоже нехорошо. Я по натуре созидатель. И мне, конечно, Максимович гораздо ближе, который создал ту школу, которая прославила... На свои деньги замечу. На свои деньги. Что важно. Первый набор — на свои деньги. И, конечно, привил вот те основы демократического такого общения, доброго отношения учителя-ученика. Ну, и очень много ему можно быть благодарными за его деяния. И, конечно, за вот тот вклад его в жизнь Твери и Тверской губернии, неоценимый и неоцененный еще до сих пор. И чем дальше отходит время, вот история проходит создание школы Максимовича, тем больше хочется сказать спасибо этому великому человеку. Не случайно во дворике мы поставили памятник. Давно пора было. Да, давно пора было. Ну, и, конечно, я считаю, что нужно увековечить память Созидателя. А какой-то диалог уже был с городскими властями? Да, диалог был. Мы отправляем письма, и я надеюсь, что нас услышат. А реакция какая? Ну, штыки, по крайней мере, не восприняли хотя бы? Ну, вы знаете, все думают. Думают. Все думают. Не знаю. Они больше в других случаях думали, но просто действительно Максимович, человек, который для Тверского региона, это личность. Да. Просто мало кто знает, но если почитать, вот почитать биографию, почитать вообще, чем он занимался и что он сделал, то ты начинаешь понимать, что это не просто какой-то там условно говоря, рядовой учитель какой-нибудь гимназии или типа того. Я думаю, если бы не Максимович, вполне возможно, у нас бы не было госуниверситета. Как знать. Да, как знать. То есть вот в добрый час, прям с таким энтузиазмом, с таким желанием, это какая богатая идея пришла человеку в голову, причем на собственные средства. Важно, что очень. И когда нам в российском историческом обществе вручали документы обращения Максимовича с просьбой открыть в Твери школу для девочек, которые потом будут учить других детей, крестьянских детей, это в то время думать об этом, когда совершенно неграмотная была наша область. Да, для России все в целом. Да, это великий человек. Ну что ж, я очень надеюсь, что все-таки это получится. Любимый Николаев, вы, с своей стороны, должны быть настойчиво, вообще преподаваясь к сообществу, нас с СМИ подключайте тоже, если что. Спасибо, Роман. Потому что мы на вашей стороне в данном случае, потому что, во-первых, да, личность Максимовича, во-вторых, да, Желябов, извините, он к нашей Тверской губернии, никаким боком, а плюс это самое настоящее для понимания, дорогие телезрители, это террорист. Вот мы сейчас боремся с террористами, это самый настоящий террорист, который пытался уничтожить вот эту русскую государственность, да, он, может быть, искренне считал, что она плохая, что нужно заменить на некий коммунистический интернационал, непонятно какой, но тем не менее вы вдумайтесь просто, кто такой товарищ Желябов. А еще почитайте, правда, про Максимовича, очень уникальная личность. Людмила Николаевна, наш эфир подошел к концу, спасибо огромное. Спасибо. Успехов в притворении всего, что вы задумали, чтобы еще появился какой-то сюрприз, может быть, от наших региональных властей. Спасибо вам большое. Чтобы вам и дальше помогали. Спасибо большое с бранием вас. Спасибо. Для телезрителей была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили с новым ректором Тверского госуниверситета Людмилой Николаевной Скаковской. Всего вам хорошего.